Всем привет, ребятки, с вами Флэш. На стейджинг ветку добавили новое оружие, это гранатомет. Правда, его еще будут дорабатывать, но уже сейчас мы с вами можем пощупать и посмотреть вообще, что он из себя представляет. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Итак, поехали. У него уже есть, собственно, иконка. Давайте посмотрим, как он сидит в руке. Ну, в принципе, пока не видно. Анимации осмотра у него, к сожалению, еще пока что нету, поэтому только при помощи кнопки Alt можно самому вручную вот так посмотреть. Конкретно в руках лично у меня каких-то эмоций он не вызывает. Ракетница смотрится намного внушительнее и агрессивнее. Ну, в принципе, достаточно гармонично. Видно, что он заводской. Изучить его на данный момент нельзя. Скорее всего, так и останется. У него уже есть свой собственный тип боеприпасов. Это вот такие 40-мм гранаты. Их тоже изучить нельзя. Стакаются они по 3 единички. Давайте теперь послушаем, как он, собственно, стреляет и перезаряжается. Ну, звука перезарядки до сих пор еще нет. То, о чем я говорил, то, что, скорее всего, его еще будет очень серьезно дорабатывать, менять характеристики. Давайте попробуем прям быстро выстрелить. Можно при помощи альт вот такую перезарядку понаблюдать. Ту же граната туда-сюда пихает. Теперь давайте посмотрим на его характеристики. Сравнивать, естественно, будем с ракетницей, как со старшим собратом. Если сравнивать само оружие, то, в принципе, тут изменения не сильно большие. Урон 150 у гранатомета, 350 у ракетницы. И, конечно же, темп стрельбы у ракетницы всего лишь 10, у гранатомета все 120. То есть, в секунду он, получается, два выстрела может делать. Ну, в принципе, так и есть. Куда интереснее сравнить боеприпасы, потому что там уже параметры отличаются достаточно интересно. Вот он, допустим, наша 40-милитровая граната. Взрыв – это урон, который наносится по постройкам 75. Леталити – это урон, наносимый по живым существам, по животным, по игрокам и так далее. Как мы видим, леталитин должен неплохо. Давайте сравним со скоростной ракетой. В принципе, вот это самый близкий такой аналог. Это скоростная ракета. То есть, леталити – 144 против 150, очень близко. И урон по постройкам – 69 против 75. То есть, вот эта граната, она немножко лучше, буквально там на 1-2%, но лучше, чем вот эта вот скоростная ракета. Даже радиус разрыва осколков, хотя скоростная именно по людям больше, и то у гранаты больше. Если сравнить гранату с обычной ракетой, то, конечно, обычная ракета по всем параметрам намного больше. 275 по строениям, 350 по людям, ну, то есть, тут даже и сравнивать нечем. Если сравнить с гранатами, допустим, у обычной, мы знаем, что она по постройкам не бьет, у нее 100 леталити, то есть, меньше. У нашей бобов даже 115, 15 по постройкам. Но что нам цифры? Давайте все это проверять на практике, потому что в цифрах это одно, а на практике другое. Поставил трех ботов, полностью их до 100% захилил. Понятно, они голые, без какой-либо защиты от взрывов, но тем не менее. Давайте стрельнем посередине, посмотрим, что произойдет. Сразу минус 3. Ну, в принципе, достаточно ожидаемо. Минус 3, было 100 хп, стало 0, все убиты. 0,9 дистанция, 0,7, самая дальняя была 1,3. Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, где можно уже использовать этот гранатомет. Очень часто возникают ситуации, когда узкое пространство, большое скопление врагов, и прямо хочется туда с ракетницей стрельнуть. Но она настолько медленная, там долго целится, неудобно. А гранатомет это просто сказка. 6 зарядов, при этом урон просто шикарный. Просто врываешься и даешь в гущу событий, там, что хочешь вообще. Вы просто посмотрите на это. Теперь, что касается урона. Давайте стрельнем по каменной стене из скоростной ракеты. Проверим, бьет ли сплэшем наш гранатомет так же, как ракетница. Где у нас тут середина? Ага, вот здесь. Есть. Посмотрим, сколько у нас сняла скоростная ракета. То есть, 469 осталось. Получается, ху-ху-ху, 31. 31 хп сняло. Давайте подчиним. Так, просто, ребята, немножко подтуплю. Я до сих пор еще болею. Нахожусь в постельном режиме. Затянулась моя болезнь. Поэтому еще не совсем хорошо соображаю. Теперь то же самое проделаем с гранатомета посерединке. Каков он в рейде? Бабах. Один выстрел. И сняло больше, ребятки. Уже 37 получается у нас сняло. Больше. Давайте посмотрим, сколько с одного барабана у нас уйдет. Хп-шечек. Вообще, как им рейдить? Но то, что он бьет по площади, это уже хорошо. Это 100%. Все, один барабан ушел. Итого, с каждой стороны осталось по 275. А сколько сишка простая снимает? Давайте я одну стенку сейчас починю, проверим. Так, починил. Кидаем сишку. Такое ощущение, что где-то рядом прям с сишкой урон. Получается, 225 сняло у нас 6 гранат. Полный барабан. А сишка у нас снимает. О, так это практически рядом, ребятки. Один барабан, это практически как одна сишка. Но сишка бьет по одной стене, а барабан сплэшем. То есть, теоретически, можно сразу 4 стены или 4 потолка, если бить перекрестие. Все остается только теперь узнать, сколько будет все это добро стоить. Походу, это новый такой инструмент для рейда неплохой. Замена ракетницы так точной или разрывной. Ну, давайте уже под конец сравним дальность. Просто ради интереса зарядил обычную ракету, вот эту нескоростную. Давайте по какой-нибудь такой оптимальной траектории стрельнем. посмотрим, насколько далеко она сможет улететь. И сможет ли хоть как-то догнать ее гранатомет. Так, ну это вот ракета, где взорвалась. Давайте гранатомет попробуем. Тоже нужно подобрать оптимальный угол, потому что чем выше задирать, могу уже потом. Она уже дальше не будет лететь, наоборот, ближе. Да, уже видно, что ближе летит. Ну, короче, какой-то вот такой вот угол. Но видно, что все-таки гранатомет это оружие ближнее, ну максимум средней дальности. Ракетница в этом плане, конечно, можно и подальше пострелять. Гранатомет же все-таки вот так вот вблизи пульнуть. Видите, да, то, что за все время, пока я стрелял, уже половину прочности потерял. Как раз можно посмотреть, сколько стоит починка. Ну, на данный момент 4 металла высокого качества. В принципе, не так много. Вот такое вот, ребятки, новое оружие. Прямо тестировать до мелочей сейчас пока нет смысла. Скорее всего, еще какие-то параметры будут изменять. Потом уже на основе можно и посмотреть. Но пока первые впечатления, больше всего, мне он понравился именно как такой массовый истребитель. Просто живой силы противника. Ну, это просто сказка какая-то. Думаю, многие мечтали запулить в какое-то узкое пространство, где много врагов. Вот какой-нибудь с ракетницей, но с ним неудобно, там что-то подадут просто. У тебя 6 попыток. Еще одно достаточно важное изменение. Теперь турели ПВО стали полностью электрическими. Что это значит? Вы его установили, ее ПВОшечку зарядили, но она работать не будет. Я имею в виду, как раньше. То есть, в автомате сама пошла шмалять. Нет, ребятки. Теперь, если вы хотите делать свою воздушную оборону, вам теперь придется запитывать эти ПВОшки. И как только вы их запитаете, вот у них тут есть специальный разъемчик. Вот эта лампочка загорается зеленым, то, что она активна. Все, при этом не подала особо признаков жизни. Давайте проверим. Постараюсь лететь у нее под носом. Кстати, их немножко переработали. Теперь, когда я ухожу из зоны ее видимости, она перестает во мне стрелять. Давайте тоже это проверим. Это чтобы они не убивались, сами себя не убивали. Ну, значит, это еще не доработали. Хотя бы об этом написано. По-прежнему шмаляет, да. Турели как были тупы, мне так и остались. Но, в любом случае, что это нам дает? Как написал сам Хелк, то, что теперь вы можете подключить эту турель через что угодно, через любой переключатель. И при помощи, например, детонатора, когда вы, допустим, улетаете с дома. Мы же знаем, да, то, что турели сейчас стреляют по всем без разбора. Я до сих пор не могу понять, почему им не сделали такой же принцип, как у огненных турелей. Кто авторизован в шкафу в доме, по тем она не стреляет. То есть ты банально строишь всегда наверху гараж для коптера, ставишь там ПВОшку. И ты не можешь из-за этой же ПВОшки сам нормально вылететь и прилететь. Тебе нужно ее обязательно разрядить, улететь. Это хорошо, когда у тебя клан есть, который ты улетел, они зарядили, все, у вас оборона стоит. А если вы вдвоем играете, вы улетели на коптере, зарядить турель некому, у вас дом получается без защиты. Потому что вам обратно самим надо прилететь. То есть тупее систему я еще не видел почему-то. Но теперь через любой переключатель вы можете хотя бы даже при помощи вот этого дистанционного на определенной волне, ее вылетели, активировали, все, у вас дом под защитой. И подлетаете, нажали, она выключилась, хоп, сели, загнали, все, потом включили. Ну то есть типа того. Ладно, на этом буду заканчивать, ребятки. В принципе вот такое вот новое оружие. Мне оно понравилось, именно как вот массовый такой уничтожитель живой силы противника. Пишите свои комментарии, что на нем нужно доработать, звук вам нравится или нет. Я просто не знаю, должен он тогда быть таким. В принципе такой у гранатометов есть. Какой-то бесшумный, интересный такой. В принципе оружие интересное очень. Все, с вами был Флэш, как всегда увидимся с вами в следующем видео.